Которого мы не нашли понимание, это закупка дизельного генератора для ФЦ. Его убрали специалисты, как будто ваши приезжали, сколько раз приезжали, я сказал, приезжают, значит, идите на встречу полностью, делайте. Значит, вот получилось так, что дошли на встречу до того, что у всех получилось по распределению 70 на 30, а в Артёме не получилось. Ну, давайте так, чтобы сейчас мы провачали семинар, я вам скажу, что у вас так же получится. Спасибо. Если там какая-то ошибка, Владимир Владимирович, возникла, наше коллеги, это для русского. Спасибо. Так, еще? Да, пожалуйста. Владимир Владимирович, я вот в свое выступление уже, в принципе, просил рассмотреть вопрос о возможности софинансирования закупки автомобилей. У нас, ну тебе говорю, полтора миллиона, у нас получается ситуация наоборот, остались только от запланированных изначально. У вас экономика получилось? Да, у нас экономика получилось за счет отрезанных, ну, давайте мы посмотрим, когда, значит, потому что должно быть системное решение, чтобы не было так, что, главное говоря, и такую возможность дадим, и не дадим, поэтому мы должны присмотреть затраты, насколько необходимы, и так далее, и так далее. И такое поручение, значит, оно будет записано в протоколе, мы отработаем. Я так понимаю, что этот автомобиль нужен для подвоза документов, да, так сказать, и для чего можно? Да, у нас есть государственные органы в Большом Камне, то есть не такие большие расстояния, но он потребуется для работы. И Дуна также у нас, то есть... Владимир Владимирович, мы понимаем и не отрицаем необходимость автомобиля, просто порядок субсидирования и покупки автомобиля не прописан в порядке, в принципе, и в программе. Если в применении, что нужно субсидировать покупку автомобиля в МФЦ, то данная будет вносить изменения в программу, в порядок, и после этого уже будет для всех. В предложении, когда оно, в общем-то, разумно, я не вижу ничего экстраводатного, потому что, понятно, мы ФАПы строим, мы же к ним санитарная машина покупаем, чтобы больных возить. Но почему здесь это не делают? Потому что просто прошу обратить внимание на то, что проект, который мы с вами делаем, достаточно сложный, крупный, но проект, как в любом учебнике, в прошлом, что написано, является проектом как так, и все ресурсы для организации предусмотрены. В противном случае, если нет хотя бы одного риска, то это называется прожегка. Потому что у нас прожегками сами не занимались, мы должны все предусмотреть. Если нужны автомобили для того, чтобы доставлять документы, значит, его надо предусматривать. Мы же сами никого потом не обманем, что-то не пешком уже не ходить, ну, расстояние у нас большое. Хорошо, еще, коллеги, вопросы. Если вопросов больше нет, значит, у меня просьба, Павел Саныч, по-свежему, там остаться по еще одному вопросу, мы сейчас не пока поговорим. Всем остальным тогда спасибо. Спасибо.